Всем привет! Это видео о том, как вернуться обратно к Windows 10 после обновления до Windows 11. Многие пользователи, решившие обновиться до Windows 11, беспокоятся, что не смогут вернуться к предыдущей версии системы, если им что-то не понравится в Windows 11, и им придется полностью переустанавливать свой Windows 10. На самом деле, об этом можно не беспокоиться. Это возможно потому, что в процессе обновления до Windows 11 файлы предыдущей установки Windows автоматически сохраняются в папке Windows Old на системном диске. Но имейте в виду, данная папка автоматически удаляется с системой через 10 дней после обновления. Если была осуществлена чистая установка Windows 11, то описанный метод не подойдет. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. Итак, чтобы выполнить откат с Windows 11 до предыдущей версии системы, сделайте следующее. Откройте параметры в меню Пуск или используя сочетание клавиш Windows Plus I. В разделе Система перейдите к разделу Восстановления. В разделе Параметры восстановления нажмите кнопку Назад. Укажите причину, по которой вы хотите откатить Windows 11 до Windows 10. Вы можете просто выбрать по другой причине. Нажмите Далее. На следующем этапе Microsoft предложит вам проверить наличие обновлений. Выберите Нет, спасибо. После этого Microsoft предупредит, что ваш компьютер будет недоступен в течение некоторого времени, пока будет выполняться откат системы с Windows 11 назад к Windows 10. Нажмите Далее. Убедитесь, что помните пароль входа Windows 10 и нажмите Далее. И, наконец, нажмите кнопку Вернуться к Windows 10. Подождите, пока Windows завершит процесс. После завершения перехода на более раннюю версию, вы загрузитесь обратно в Windows 10 со всеми вашими файлами, программами и лицензионным ключом без изменений. Данный метод восстановления предыдущей версии Windows актуален в течение 10 дней с момента обновления до Windows 11. После стечения 10 дней предыдущую версию системы, в нашем случае Windows 10, можно восстановить только с помощью чистой установки. В предыдущих наших видео смотрите о том, как бесплатно обновить Windows 10 до Windows 11, а также как осуществить чистую установку Windows 11. Если в результате установки, переустановки, обновления или сброса Windows вами были утеряны файлы, вы можете их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Об этом есть отдельное видео на нашем канале. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи!